Друзья, всем огромный привет! Мы с Аллочкой сегодня дома, на выходном. Будем готовить. Там прикупил одну штучку для вентиляции. У нас на днях приходили проверять вытяжку. Еще скоро совсем придут объявления у подъезда проверять. Ну кто, газовики придут? Они тоже за вытяжку говорят? Вот. И там прикупил один тройник с обратным клапаном. Это все покажу. И установим тоже вместе с вами его. Также будем готовить. И хотели показать рассаду, что у нас уже успело вырасти. Аллочка тут занимается. Это все Алла делает в полном объеме, так сказать. Смотрите, это знаете, что такое? Тюльпан вроде, да? Это наш тюльпан. Я проверила на всхожесть. У нас, когда были тюльпаны, много-много они были здесь рассыпаны. И один, видимо, упал за диван. Когда мы диван переставляли, мы его нашли и решили посадить. Он буквально за неделю, наверное, да? Он за неделю уже про это проклянулся. Это тюльпан. Ну, а что касаемо, конечно, наших посадок. Это цветочки все. Это все цветы. Видите, какие они уже стали. То есть уже проклюнулись. Это что тут в основном-то? Ну, вот эустома взошла у меня. Маленькие вышки. Там даже не видно на камеру будет. Ну, они малыши еще совсем. А эустома? Эустома. Лабелия какая-то. Это все у нас... Что? Какие цветы-то? Вот эустомки всходят. Ну, их не видно. Еще совсем маленькие. Нет, это как питуньи? Они как розочки такие красивые цветут. А-а-а. Нет, а так в основном это все питунии. А это что? Это лабелия. А, я думал, это как бы под вид такой. Нет названия? Понял, понял. И вот, да, питуньи. В общем, потихонечку. Уже сходят. Да, потихонечку. Решили, повторюсь, как в другом видео уже говорил, что решили огурцы, помидоры, перцы. Наверное, это все купим просто на рынке. Уже рассады готовы. Все мы посадим в теплицу. И огурцы, и помидоры каждому по ряду. А в парниках или на том месте, где парники, я еще думаю, как сделать. Я планирую попробовать посадить виноград. Два корешка виноград-маркет. Не знаю, как получится. Говорят, вкусный, как бы сладкий. Мороз застойкий. Хорошо растет на Урале. Ну все, пойдемте. Ребята у нас занимаются своими делами. Там Димка играет. Здорово, Дима. Здорово. У них выходной тоже. Так что отдыхают ребята. Настюшка там красоту наводит. Слышу, фен жужжит. А мы пойдем на кухню. Пойдем на кухню. Только приехали с магазина. Ну мы уже были в магазине до этого. Как бы вчера ездили. Сейчас маленечко съездили. Докупили чуть-чуть. Взяли жироудалитель для газовой плиты. Надо плиту сегодня прям натереть. Чтобы была как у кота. Яйцо взяли. Это мы так забежали в пятерочку. Яйцо прикупили. Хлебушек. Сейчас мы это все разложим. Хлеб, кстати, вот такой вкусненький, да, хлеб? Держу. Порошок стиральный. Решили взять вот грибочки. Грузди. Это уже мне на день рождения. Пока, так сказать, на стол. Пока это по акции решили взять. Так. Это крабовые палочки. Алла хочет сделать салат, да? Да. Из пекинской капусты. С крабовыми палочками. То есть не из риса, как обычно, а вот из пекинской капусты. И как он? С кукурузой. Мне нравится такой салат. Более легкий такой, без риса. Как сказать, не тяжелый. Приправа для рыбы. Будем готовить рыбу. Сосисок так на прорыв. А ребятам взяли вот такие вот сосульки. Пойдемте. Сходим им. Так сказать. Препрезентуем. Настюха. А, ты с Арчиком-то? Ты с Арчиком сидишь, да? На, Пупсик. Держи. Это тебе полизать. Давай. Давай. Не за что. Димончику тоже. Ты где? Димончик. Чао. Держи тебе. Вот такой классный чупа-чепс. Давай. Спасибо. Лежи. На здоровье. Спасибо. А мы пойдем готовить. Готовить будем рыбу. Готовить будем котлеты шницели. Гарниры у нас что, есть или надо варить рис? Рис надо варить. Да, что надо рис. А, ну и все, в принципе. Котлеты, рыба, да? Потому что гречка есть, ну, старенько. Котлеты, рыба. Вот. И вот такое, вот видите, взял вот тройник. Приходили, говорю, по вытяжке там это, по вентиляции проверяли. Сказал, нельзя, чтобы было так закрыто. И газовики в прошлом году тоже говорили. В этом году тоже они придут. Вот. Так что взял вот тройник, будет одеваться туда. И на него, получается, вот сюда, вот сюда, будет вставляться вот этот клапан. Еле нашли. Обратный клапан еле нашли. То есть, когда вытяжка будет работать у нас, он в этом месте будет перекрываться. А когда будет тянуть вентиляция, он будет открываться. Чтобы всегда, короче, вентиляция наша вытягивала воздух. Вне зависимости от вытяжки. Потому что она блокирует, как бы, доступ туда, к выходу. Ну, вроде все сказал. Да. Все, начинаем, короче, готовить. Рыбу. Пошел за кадетами. Рыбу, котлеты. Они у нас в другом холодильнике. Рыбу, котлеты. И... Рис. А что за фарш? Надо фарш? Сейчас будешь тоже, да? Да. И супчик еще, вот так вот. Вон, рыба. Рыбу взяли в 200... Горбуша. 256 рублей, что ли? Сколько горбуша стоила? 200... Сколько с небольшим человеком? 250, да? Там что-то. Вот, значит, еще получается и суп. То есть будем готовить супчик. А что, фарш с рекадетами? С рекадетами. Будем готовить супчик, получается. Потом будем готовить рис с рыбой, с котлетами. И салат коробовый. Будет вот такой вот у нас ужин. Опять же, как уже было видео, это опять перед нашей работой на два дня вперед. Вот такая горбушка. Такая хорошенькая. Вот еще пекинская капуста. Юта, наверное, тоже надо забрать сюда, на салат-то. Все, сразу мясо. Там котлеты где-то. Я принес уже все. И котлеты, и все принес. Так, надо тут еще убрать. Яйцо. А, нет, яйцо ты варить, говоришь, на яйцо? На салат надо что-то 5 сварить. Ага, понял. Так, ну ладно. Начинаем, короче, друзья. Начинаем готовить. Вытяжку пока одену, потому что мы начали уже готовить. Вытяжку одену, пока обратно. Делать не буду. Ну, после. Приготовим, я сделаю. Сейчас все равно будет вытяжка работать. Поэтому трубу пока верну на место, так сказать. Как она должна быть. Ох, наоборот. Наоборот. Дерем сюда. Все. Так, ну давай, командуй. Ну что, поставь рис. На, наверное, тут пельмешки варили. На, наверное, это, вот в этой кастрюле, да, рис сварить? Ну, конечно. Сейчас поставлю. Рис поставить, я бы как-то... Алла поставила яйцо вариться на салат. А я тогда займусь приготовлением риса. Сейчас параллельно сразу же поставим еще котлеты. Кстати, не показал, да, котлеты? Вот такие шницели. О, Артем бежал. Наверное, многие знаете. Вот такие шницели. Называется важная цыпа. Тоже частенько берем. Вкусные, классные. Дети хорошо едят. Мы любим тоже. У нас здесь я пришла. Так, ну все. Все, занимаюсь рисом. Алла занимается, получается, приготовлением, наверное, ну, пока яйца варит и параллельно, параллельно ставит супчик вариться. Какой будет супчик? Распроводистан. С фрикадельками. Можно просто картофельный, можно гороховый, можно, не знаю, какой. А, ну, не знаю. Просто картофельный можно. Можно картофельный с вербушинкой. Ура, закончилось. С капустой, что ли? Да, такой? Как щит. Нет. Ну, с фрикадельками вообще просто картофельный можно, смотреть, вообще без тебя. Картошка, фрикадельки, овощи. Ну, смотри, как хочешь. В общем, супчик с фрикадельками. Можно гороховый. Гороховый, поздно. Так, я пока, наверное, поставлю котлеты. Достать лишние противни. И поставлю котлетки сейчас, наши швицели. Кухонка маленькая у нас. Нормально. Ну, ничего, нормально. Мы уж привыкли. Комнаты четыре. Мы уж привыкли. Да, зато комнаты четыре, это точно. Каждого своя. Разошлись и потерялись. Так, ну, сейчас, где же котлетки? Хорошие котлетки, недорогие. Я думаю, мы частенько покупаем. Такие шницеры. Сколько они стоят? Рублей по акции бывает 120, наверное, да? Ну, как бы мы их купили, да? 120 примерно. Каких-то магазинов дороги, каких-то дешевле. Ну, они вкусные, чувствуется, что там есть мясо. Ну, да, хорошее. Если иногда котлеты ешь, ты прям понимаешь, что там что-то травное. А вот их мясо. Параллельно машинка еще и стирает. А, ванну закрыта, то. Там арчи-то главное, чтобы не было в ванне. Да, нет. Что, это? Шумно. Такие вот котлетки. Все. Можно отправлять в духовочку. Так, я еще не включил. Мамулька, картошки почистила уже? Да. Он, сынулька, надо было уничтожить. Терпи. Кушать пришел, подожди маленько. Окей. Вижу, у нас тут, у нас тут, видишь, творческий беспорядок. Вот рис. Слушай, а Настя не берет гулять? Нет. Мусор захватит хотя бы вот, который вот в котлете. Так, пол второго, короче, я котлеты поставил. Все, думаю, купить такое, знаете, яичко, чтобы время не запоминает. А вот так готовит. А я вот, когда готовлю, мне надо знать время, как бы, я примерно уже ориентируюсь. Яйцо такое. Ну, я поняла. Время, яйцо такое, знаете, оно заводится и потом звенит. Чтобы вот так не засекать, а просто вот так на нем, хоп, поставил. Вот там, тястка. В телефоне можно ставить. Ну, нет, вот просто вот это кухонная такая штучка. Открыл шкаф, у тебя там яичко, на нем завел, и все. Ну, телефон, ну, че оно такое. Ведущий. Алла картошечку нарезает. Че, может почистить пока палочки? Чистим. Настя-то у нас тоже любит крабовый салатик. Я люблю и палочки, я тоже просто палочки люблю. Давай. Давай. Интересно, с чего это делают? Из рыбок? Из потрошков или из мяса? Из рыбок. Настюха. Настя. Будешь палочку крабовую? Угу. Спасибо. Бери за нее, дай, все, я выдерну с пакетик. Дима, может, точно. Дима, давай, где есть такое. Дима, давай, где есть такое. Турмальный сын. И можно сразу зарезать. Салатик. И на нож неудобно дорезать. Эх, на лесу нельзя. Свои помидоры, которые с дачи замороженные. Нормально. Замороженные. Конечно, нормально. Как нарезать? Просто? Сейчас считаю, помидоры столько стоят в магазине. Заготовили, хорошо. Готовишь раз, добавил. А сухую уже не будешь добавлять, жалко. Дорогие такие. Что тут цена поднялась? Помидоры как курица стоят? Да. Нет, курица как мясо стало. Помидоры как курица. То есть, помидоры стоят как мясо теперь. Курица тоже стала стоить маму родную. Угу. А что сюда еще идет? Все пекинская капуста и все? А яйцо. А, яйцо еще варится. А яйцо. А яйцо еще варится. Не знаю, вот так-то не очень. Что-то лежу вот сейчас. И даже есть на нем. И так. Да, вот так. Еще капуста или так? Да еще надо надо. Сейчас сделаем. Продолжение следует... 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 Пока котлеты жарятся, так сказать, помаринуются маленько. Все. Вот такая красота. Все, рис готов. Можно его сливать. Все. Настя с Арчиком собирается на улицу. Арчик у нас оделся уже, какой нарядный кавалер, жених, да? Спасибо. Давайте гуляйте. Там погода хорошая, значит тепло. Маслечком, конечно, малеха сдобрим. Все. Перешиваем. Все. Рис готов. Салат, можно сказать, готов. Лицо только осталось порезать. Так оно уже в холодной воде полежало. Котлеты тоже на подходе. Молодцы. У нас же еще рыбка. Я что-то про ее совсем забыл, что сейчас она пойдет. Слушай, а котлеты-то поди готовы уже? Они простояли нормально уже, минут 40. Мне кажется, они... Готово, поди уже, да? Как сказать, засушивать-то тоже их. Что, можно ли выключать, наверное, да? Сразу рыбу ставить? Ну, какие симпатичные котлеточки. И полетела. Рыбка пошла. Так, засекаю время на рыбу. 2.10. Все, вкуснятина. Не люблю, когда они сухие. Такие должны быть сочные котлетки. Ава начала делать фрикадельки. Фритату-тату-тату. Фритату-тату-тату. Фрикадельки в супчик. Просто вот такой, да, супчик с картошечкой. Я не обжариваю фрикадельками. Я не обжариваю фрикаделькой. Ну, не всегда. Типа диетический. Ту больше фрикадельок. Так что получается, у нас что? Котлеты готовы. Рис готов. Салат, можно сказать, готов. Рыба стоит. Все, супец. Вот салат, только яйца почистить. Можешь чистить. Да, я сейчас, наверное, займусь как раз яйцами. И подостану пакетик. Салатик наш готов. Только его надо аккуратненько перемешать. Мне очень, конечно, удобная тарелочка такая. Или прыгая там. Большая. Ну, ладно, пусть. Все, друзья, остается у нас только вот. Суп просто уже выключить получается. Рис готов. Рыбка. Рыбка у нас доходит. Она уже простояла 20 минут. Да? Да. Так рыбой запаху вкусную. Она уже 20 минут простояла. Сейчас, в общем, это все доготовим. И я буду заниматься вытяжкой. И надо будет залить чистящим средством газовую плиту. Но она когда остынет. Но пока она остывает, я, наверное, займусь вентиляцией. Да, перекусить еще. Вытяжкой. Решили маленько перекусить. Пока ждем. Пока готовим. Проголодались. Время уже 2 часа. Мы, наверное, пока в магазин ездили. Время было, наверное, часов 11. Мы уехали. Так, что достать там? Где-то вроде есть. Такой вот майонезик. Лимонный. С лимонным соком. Масло с лицом. Да, наверное. И с ним буду. По-диетически. У меня тоже постный. Постный майонез. Бывает интересно такое. Без животных жиров. Ой, котлеточку. Салатик с котлеткой. Ну, все, друзья. Всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами. И хорошего настроения. Вкусно. О, бомба. Рыбка готова. Расстояло, наверное, минут, даже много. Минут сорок. Чего ты так много спицей? Какая красота. А прям. Надо ее переложить, наверное. В чашку. Все, в спице. Да пусть остывает стоит. Остынет, переложим. Ну. Так, ну все. В принципе, мы закончили. Сейчас я врежу вот эту трубу. И покажу вам результат. Как она работает. Вот этот вот обратный клапан на вытяжку. Которую требуют все газовики. И те, кто проверяет вентиляцию. Ну все. Я закончил. Поставил. Резать нечем. У меня только полотно от пилки по металлу. Я им как бы маленько может кривовато, но в целом все работает. Вот клапан. Получается мы включаем. Сейчас открыто, да? Сейчас сразу получается тянет у нас просто вентиляцию. Включаем вытяжку. Клапан закрывается. Вытяжку выключаем. Клапан открывается. Все легко и просто. Видите, да? Смотрите. Еще раз. Вот клапан открыт. Тянется у нас получается просто в вытяжку. Тут хорошо, причем тянет. Очень хорошо. Даже можно проверить на каком-нибудь пакетике. Это пакетик. О, видите? То есть вытяжка тянет отлично. Вообще, у нас приходила служба и проверяла, как тянет вытяжка. Видите, пакет держится. Вот. То есть идет просто вытяжку. Включаем эту вытяжку электрическую. И смотрим на клапан. Оп. Все. Пошло уже туда сразу. Когда здесь выключаешь, то есть отсюда плохо идет. Там фильтр, да что. То есть нету вентиляции практически. А сейчас вентиляция у нас на кухне есть. Вот. Закрылась. Включаем. Открывается. Все. Все. Супер. Все. Ну все, друзья. В принципе, все, что хотели показать, показали. Приготовили с вами покушать. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. До новых видео. Всем пока-пока. Пока. Пока, друзья. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok